Hello, hello everyone, I'm back! Русская игровая индустрия – яркий пример неоднозначности. У нас есть масса крайне проходных проектов, но есть и гениальные игры, от которых невозможно оторваться. У нас есть Paragraph 78, Lada Racing Club, Brat 2 – обратный в Америку и прочее. Но есть Петька и Василий Иванович, Вангеры, Космические Рейнджеры, Герои Меча и Магии 5, Kings Bounty, Silent Storm, Проклятые Земли и еще тонны бесподобных игр прошлого и нынешнего. У нас есть свой убийца Дум и свой Хитман. Именно о последнем мы сегодня и поговорим. Прошел ли проверку временем Семен Строгов и замечательна ли игра «Смерть шпионом»? 19 апреля 1943 года было создано Главное управление военной контрразведки «Смерш». В задачи структуры входила борьба с диверсионно-разведывательной деятельностью иностранных, а в первую очередь немецких спецслужб. За фронтовой разведывательной и контрразведывательной работой занимались оперативники 4-го отдела. На их долю выпали самые сложные и опасные задания. Шпионаж, контрразведка, диверсии, похищение и ликвидация особо важных персон противника. В июле 1951 года был арестован министр государственной безопасности Виктор Абакумов. На Лубянке следователь допрашивает главного героя игры, Семена Строгова, который подробно рассказывает о секретных операциях «Смерш», в которых принимал участие, и пытаясь определить степень его связей с Абакумовым. Сюжетная канва сходу напоминает о «Хитман Контрактс». Строгов вспоминает о своих похождениях, которые сюжетно друг с другом никак не связаны. На протяжении 10 крупных миссий нам необходимо заниматься различной диверсионной и контрразведывательной работой. Вычислить и уничтожить крота, сохраняемые базы украсть и вывести средь бела дня генерала, проникнуть в особо охраняемое посольство. Для Семена Строгова нет никаких преград. Однако, с сюжетом на этом все. Увы, единственная сюжетная линия — это допрос Строгова, как подводка к миссиям. Во время самой игры мы предоставлены только сами себе и выполнению задач. К сожалению, это самый жирный минус игры. Но хорошо, если у нас нет сюжета, то может быть у нас есть хороший геймплей? И вот тут игра раскрывает себя с неожиданной стороны. Изначально, прикидываясь клоном Хитмана, она смогла собрать себе элементы командос. В начале каждой миссии нас высаживают в глубокий тыл врага, нередко, практически перед самим противником. Ориентируясь по крайне схематичной карте, нам необходимо выполнить задание. Карты крайне огромные, наполнены патрулями, внезапными привалами, вышками, гражданскими. Как вы будете проходить миссию — это ваши проблемы. Пусть почти всегда путь до цели один, даже одна миссия может превратиться в двухчасовые стелл-шахматы благодаря сложности игры. Например, давайте запустим первый уровень. Перед нами сразу два противника, один из которых так хорошо отворачивается от своего товарища. Двумя меткими выстрелами в голову кладем супостатов и потираем ручки. По сути, разработчики прямо сходу дали нам халявную униформу. А почему нет функции переодеться? А потому что, показав чудеса меткости, мы с вами испортили вражескую униформу кровью. И теперь она непригодна для носки. Так как же тогда быть? Мы можем использовать удавку, хлорофор, или богатырский удар локтем в затылок. Последний по какой-то причине обладает громкостью не хуже падения Стаса Борецкого с лестницей. Поэтому в помещениях им лучше не пользоваться. Нужно помнить о званиях. Униформа рядового уже лучше, чем камуфляж. Однако ходящий в патрулях командиров обмануть не получится. Сразу поймут, что идет не Ганс, а советский гигачат Строгов. Ну а получив в распоряжение трофейный мундир командира или генерала, можно спокойно ходить практически везде. Вас узнают от силы человек 10 на всю карту. Также нужно учитывать и свой инвентарь. Нельзя носить вражескую униформу с рюкзаком, который сшили по стандартам советского ГОСТа. Сразу пойму, что вы засланный казачок. Так что порой вещи приходится выбрасывать во время миссии. Либо хардкорить и начинать операцию только с ножиком и удавкой в кармане. Однако есть довольно большое послабление в виде радара. Он показывает всех врагов и направление их взгляда, точь-в-точь, как в старом добром Коммандос. Отлично. Спустя полтора часа, потное от напряжения, со стертыми кнопками Quick Save Quick Load, мы доходим до цели и уже предвкушаем разные способы ее ликвидации. А нет, вы либо ножичек воткните, либо пулю в лоб. Никаких вам фишек из Хитмана тут нет. Графически для 2007 года игра выглядит очень красиво. Видно, что дизайнеры свой хлеб не просто так ели. Местными пейзажами хочется любоваться и скриншотить. Чего стоит миссия Витебски в метель. Самая красивая часть игры, на мой взгляд. Однако и тут есть ложка дегтя. На местные анимации без слез не взглянешь. Особенно на анимацию бега. А вот анимация использования хлороформа слишком долгая. Разве будет матерый и прошедший многие тренировки оперативник СМЕРШ так нежно и долго убаюкивать вражеского часового? Ведь от этого порой зависит успешность миссии. Обернулся солдат и видит, как посреди поля русский гиверсант неторопливо кладет байки очередного Ганса. С удушением немного побыстрее. Однако все равно порой становится страшно, что не успеешь вовремя спрятать тело. Выйдя в 2007 году, игра собрала довольно теплые отзывы журналистов как в России, так и за рубежом. В основном критика касалась завышенной сложности, кривой анимации и общей недружелюбности игры. Спустя год Хаггард Геймс выпускает продолжение. Смерть шпионом. Момент истины. Ждет ли нас работа над ошибками или все те же щи да погуще? Сейчас узнаем. А сюжета опять не случилось. Снова избитый штамп. Строго вспоминает свои похождения по долгу службы. На этот раз у нас есть 7 миссий, наполненных под завязку различным действом. Похитить и инсценировать смерть человека под носом у ФБР. Украсть особо секретные документы. Провести диверсию на подлодке. И моя самая любимая. Найти и обезвредить замаскированный отряд диверсантов на советской территории. Разработчики провели хороший анализ оригинальной игры. И в дополнении карты стали чуть меньше. Но душевность и наполненность возросла в разы. Больше не приходится ползать на брюхе полчаса ради вражеской униформы или обхода патруля. Теперь все более-менее динамично и складно. Также отпала главная беда первой части. Постоянный мониторинг миникарты. Поскольку левел дизайн будто бы стал чуточку умнее. А самое главное. В дополнении появились несчастные случаи, как в Hitman Blood Money. Игра вообще наполнилась маленькими событиями и реакциями на происходящее. Начинаешь верить, что каждое твое саботажничество или уловка влияют на выполнение миссии. Игра нам как бы говорит через подсказки. Если тело изрешеченное пулями найдут, то это плохо. А вот если на непутевую цель как бы невзначай упала лодка и сломала ей шею, то это просто совпадение. Ну, не может быть такого, чтобы рядом оказался проворный диверсант. Также разработчики пересмотрели параметры сложности. Игра, конечно, до сих пор ошибок особо не прощает. Но на нормальном и легком уровне сложности теперь можно снимать униформу с убитых выстрелом в голову. Вроде мелочь, а как-то попроще стало. Да и переодеваться нужно теперь почаще, поскольку разработчики сделали большой упор на социальный стелс. Например, нам нужно проникнуть в охраняемый ФБР дом. Мы можем, конечно, изловчиться и добыть униформу агента, а можем переодеться в полицейского. Вас, конечно же, пропустят. Однако свободно ходить по дому не позволят. Да и сама форма полицейского тоже добывается нелегко. На худой конец, по карте гуляет доставщик молока, которого тоже вполне себе могут пропустить в дом. В кого переодеваться, решать только вам. Также разработчики сделали нововведение. Униформу теперь можно брать с собой в рюкзак. Мало ли, когда она пригодится. А самое главное, Семен Строгов наконец-то научился пользоваться кулаками. Теперь не нужно в попыхах доставать табельный наган, если вас уже застали врасплох в упор. Также были переработаны некоторые анимации. Теперь удушение и усыпление стало намного быстрее. Однако бег остался все таким же чудным и неказистым. Подтянули модельки, да и с цветокором побаловались. Вот вам пример из оригинала. А вот из дополнения. Для любителей хардкора в игру ввели сложность диверсант. На ней Семену категорически запрещено переодеваться, поэтому без того долгие миссии могут растянуться на два с половиной часа. Также разработчики решили оживить мир вокруг нашего диверсанта. Теперь солдаты и гражданские научились произносить реплики, разговаривать друг с другом и создавать иллюзию живого мира. Это очень радует и идет игре только в плюс. Дополнение было встречено еще теплее оригинала. Еще бы, мы получили полноценный советский хитман, в который очень интересно играть. Ну а дальше... История Семена Строгова полна грустных моментов. Мы с вами переходим к Алёхинсган. На релизе я уже делал по ней ролик, но сейчас мы с вами углубимся в падение нашего диверсанта. Почти сразу после релиза «Момент истины» было задумано продолжение, а уже в 2011 году на Кри был представлен первый концепт «Смерти шпионов 2». Холодная война, три игробильных персонажа и выход игры на консолях. Именно таким предстал перед игроками наш диверсант. Однако вскоре 1С решили завязать с разработкой игр и уйти в локализации. Разработку игры свернули. Права на игру достались разработчикам, однако было подписано соглашение, которое предполагало отчисление с выручки для 1С. Команда разработчиков пошатнулась. Выживали исключительно с помощью разработки мобильных игр. В 2013 и 2014 годах ребята попытались счастье через краунфандинг и Steam Greenlight. Однако успеха добиться не удалось. Позже был найден издатель в виде Maximum Games. Был переработан концепт игры. И уже в 2016 году, практически одновременно с релизом переосмысления Хитмана, игра вышла в свет под названием «Алёхензган». По некоторым данным, в команде на тот момент практически никого не осталось, что даже в титрах Хаггард Геймс просто не указано. Да и в английской Википедии о них тоже ни слова. В общем, проект перед нами. Давайте же в него окунемся. Вторая мировая война закончена. Наступила эра холодной войны. Напряжение между США и Советским Союзом растет в геометрической прогрессии. Как вдруг на связь с КГБ выходит агент ЦРУ Винсент Ромбальди, некогда спасенный Строговым из-за стенков СС во время Второй мировой. Ромбальди работает над разоблачением заговора против правительства США. И ему требуется помощь Семена, поскольку это все может привести к настоящей войне между двумя сверхдержавами. Согласившись помочь, Строгов получает позывной «Алёхен». Напарницу Веру и главное правило. Никто не должен знать о нем и его миссии на территории США. После этого Ромбальди собирает проверенную команду из агентов ЦРУ. Идя по следу заговорщикам, мы планомерно уничтожаем злодеев одного за другим, собираем улики и пытаемся распутать глубок интриг. Однако предательство настигает и самого Семена, который в конечном счете должен закончить свою миссию во что бы то ни стало. Да, на этот раз в смерти шпионов появился сюжет. Подается он в виде картинок в слайд-шоу. И на самом деле не так уж и плохо. Наконец-то у Строгова появилась мотивация. Какой-никакой характер, да даже небольшая любовная линия. Однако это все портит два момента. Сами слайды довольно оляповые и беспросветно. Отвратительные. Озвучка. Да, я понимаю. Бюджета был 3 копейки. Однако игра как будто бы возвращает нас к любимым пиратским изданиям с наклеечкой «Озвучено профессиональными программистами». И да, русская локализация ограничена только субтитрами. Игра все же позиционировалась в первую очередь для мирового рынка. Поэтому говорить все будут исключительно на английском. А геймплейная же игра стала походить на Hitman Absolution. Карты уменьшились в разы. Можно наконец-то прятать трупы. Да и Семен приобрел себе новый навык. Инстинкт. Он помогает при взломе замков, показывает направление взгляда врагов и кто сейчас видит нашего агента. Во всем же остальном игра следует канонам предшественников. Часто переодеваемся, в открытый бой не вступаем, стараемся убирать цели самым тихим способом. Теперь в конце миссии, помимо рейтинга, выдают специальные очки, на которые мы можем покупать себе снаряжение. На мой взгляд, довольно странное нововведение. Поскольку ЦРУ должно было предоставить строгому, ну, хоть какой-то доступ к оружию. Да и у кого мы его покупаем? У местной мафии, что ли? Лишили Семена его верного камушка, для отвлечения противников. Остался только лишь свист, который наконец-то не собирает врагов с половины карты. Хотя порой противники и гражданские в упор его не хотят слышать. Подтянули графику до более-менее консольного уровня. Окружение богато на детали, выглядит это все довольно неплохо, но опять, опять мы видим дубовую анимацию и рваные движения персонажей. Будто бы данное проклятие лежит на серии и совсем не хочет уходить. Но самая боль ждет нас впереди. Хотите нормально играть? Да закатайте губу. Игра что на релизе, что сейчас это один большой кусок неоптимизированного кода. Гениально обошли врагов, оставили их в дураках. И хотите завершить миссию? Не хотите. Вот вам вылет. Только начали играть и подобрали первый квестовый предмет? Не подобрали. Вот вам вылет. Хотите загрузить сохраненную игру? Ха, да она ж не загружается. Да и не загрузится вообще, да и сейвы побиты. Переигрывай. И это самое обидное. Мы пришли сюда с врагами сражаться, а не с чертовыми ошибками через раз. Выпустив максимально сырой продукт, Maximum Games максимально получила негативы за шиворот. Оценки Алехинсган крутятся, ну, дай бог, в районе 35 баллов из 100. Плевались все. Наши игрожуры, западные и игроки. Увы. Именно такой конец встретил некогда хороший диверсант Семен Строгов. Однако не все так плохо. Есть надежда на возрождение серии. На своем ютуб канале команда разработчиков из Haggard Games выкладывает наработки новой части смерти шпионов на Unreal Engine. Пусть медленно, но верно, концепт начинает принимать узнаваемые черты. Ознакомиться с ними вы сможете по ссылке в закрепленном комментарии. А я верю в ребят. И надеюсь, что у них все получится. Подводя итоги, могу сказать, что Смерть шпионом это отличная серия игр, которые обязательно к ознакомлению. Конечно, первая часть может отпугнуть от себя своей сложностью и недружелюбностью. Однако вы спокойно можете пройти момент истины и получить от него огромное удовольствие. Можете, конечно, попробовать и Алюхинсган, но только если готовы к техническому состоянию игры. Ведь субъективно, игра довольно интересная, если бы не сырость релизной версии. Ну, а на этом все. С вами был Пиджей Сопрано. Спасибо большое за просмотр. Делитесь этим роликом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и играйте в хорошие игры. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok